Шесть дней в неделю по три часа каждый вечер работает спортивная игровая площадка школы номер 12. Здесь есть свой план мероприятий, участие в которых подростки вырабатывают в себе командный дух, учатся дружить, разрешать конфликты. Ходят в походы и экспедиции, в рамках краевой акции зовем друг друга в гости. Все лето на школьной площадке непривычно, шумно и многолюдно. Десятиклассница Ксения Топко вместе с подругами здесь работает аниматором. Работать мне понравилось и со сверстниками, и с более младшими ребятами. Подход, в принципе, к ним легко найти. Они все веселые, активные. Более полусотни школьников каждый день находят в себе занятия по интересам. Волейбол, футбол, бадминтон. Для младших веселые старты и развивающие викторины. Библиотекари рассказывают о литературных новинках. Командные состязания на свежем воздухе поднимают настроение и дают хороший заряд бодрости не только юным сочинцам, но и их родителям. Старались, чтобы на каждый возраст была программа рассчитана в течение всего времени рабочего. То есть спортивные игры, пожалуйста, без проблем. Велосипеды, ролики, скейты. Дети приезжают, спокойно занимаются. Есть даже дети до школьного возраста приходят вместе с родителями. То есть целыми семьями приходили и играли в течение всего лета. Лагеря с дневным пребыванием детей все лето работали на базе всех городских школ. Старшеклассники не только отдыхали, но и работали в лагерях. Благоустраивали свои школы, участвовали в различных городских акциях и спортивных состязаниях. Говоря о перспективах, глава города отметил. Курорт получил мощное постолимпийское наследие, которое позволяет каждому ребенку заниматься спортом. У нас сегодня в 27 спортивных муниципальных школах и в новых ледовых дворцах, которые остались нам после Олимпиады, 23 тысячи мест для занятия спортом. Появился новый хоккейный клуб, 500 человек. Появилась новая краевая школа фигурного катания. Музыкальные и школы искусств тоже готовы принимать одаренных детей. Для маленьких горожан будут построены 12 новых детских садов и 11 пристроек к уже существующим учреждениям дошкольного образования. К 2016 году Сочи получит дополнительно 3100 мест, что позволит ликвидировать очереди за путевками в детские сады.